Ах, маяк, как в Сейданине. Но этот город, правда, вдохновлялся Сейданином. Тут даже местный фаргот есть. Ух ты! Смотрите, грот какой-то здесь. Дамы и господа, приветствую! С вами Сэр Холмс, Морровинд, Тамрель Ребилд. Прекрасное утро! Ну, пасмурное немного, правда. В хребте Баэтии. Бтанг Томузант. Слушайте, мне определённо нравится, как высоко я прыгаю. А если надеть? Вроде тоже неплохо, но с легкими доспехами, кажется, выше ещё, да? Как бы то ни было выше, чем раньше, возможно, не только дело в том, что я доспехи переодела, а в том, что в целом облегчился. Хотя сейчас довольно много с собой дряни всякой таска. Может быть, что-то даже выкину. Вот, я хотел проверить, добрался ли этот Данмер, ради которого на протяжении стольких эпизодов искал каменный кристалл до пещеры, до этой. До своего целителя-спасителя. Как бы побыстрее туда спуститься. О, добрался, смотрите. Я всё хотел тебя спросить, а что ты меня не взял-то? Да, спасибо, спасибо, спасибо за помощь, Холмс. А, чё-то уже отношение твоё ко мне упало. Неважно. Да, я же уже вылечил твоего друга, чё ты припёрся? Вон, смотри, он вполне себе хорошо одупляется. Да, да, я просто проведать зашёл. Да, я знаю, что ты много можешь рассказать про разные болезни, но... Не до этого надо двигаться на север, в мои предыдущие места обитания. Отправляться по поручению лорда Тилвани в порт Тилванис. Так, что у нас вообще, какое ближайшее поселение? Дурину Ака, но оттуда, по-моему, не ходит никакой транспорт вообще. И самый простой способ, наверное, это действительно вмешательство Алимси в везде. Попасть в Раньон Рун так же, как я попал в него в первый раз. И уже оттуда двинуться на силстрайдерах всяких, на лодках. Так, красивые тут места всё-таки. Я тут довольно всё тщательно изучил. Вот там я уже ходил. Серии 10, наверное, назад. И здесь уже зачищал всё. Можно, в принципе, в Адурину Аку заглянуть. А, я же забыл позавтракать, чёрт возьми. Давай, перекусим дешанским. С мясом кламы. Пополнить запасы там, продать какие-то двемерские артефакты, например. Такой скалолаз. Так, красивый всё-таки. О, кстати, я аж всё хотел на маяк ещё заглянуть, Адурину Аки. По-моему, прекрасный повод, когда я ещё там очу... Очучусь. 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 Снова. А! Чтоб тебя. Хотя смысла сейчас нет, качать разрушение. У меня всё равно прибавка сил или воли просто максимальная для левелапа. Я вот не помню, у них тут есть какие-нибудь? Учителя. Ах, маяк, как в Сейданине. Но этот город, правда, вдохновлялся Сейданином. Тут даже местный фаргот есть. Интересно посмотреть, что вообще на этом островке. Что-то там на дне такое. А, обломки. Надо бы нырнуть. Ну ладно, сначала схожу в маяк. Потом нырну. Хотя, наверное, там всё залутано, но всё равно интересно. Исследовать, может узнать историю этого судна. Это что такое у нас, а, бочки. Маяк Линетти. Милетти. А, слушай, ты выглядишь неплохо для хранителя маяка. Журнал капитана, ну. Здравствуй. Сниму перед тобой шляпу. Надену амулетик. А, что ты хочешь? Я не развлекаю чужестранцев. Укатывай. Понятно. Ладно, ну я тут. Осмотрюсь, у тебя всё равно раз уже зашёл. Тринадцатая огня очага. Груз был наконец-то загружен на корабль. И мы движемся с хорошей скоростью вдоль побережья. Погода, похоже, прекрасная. И это, наверное, будет лёгкое путешествие. Пятнадцатое. Прошли через лёгкий шторм прошлой ночью, но нас не потрепало. Ну, а в целом достаточно всё безмятежно. Хорошо проводим время. Шестнадцатое. Подходим к озеру Байти. Опустился туман. Но я не волнуюсь. Я и через худшее проходил. Если продолжим в том же темпе, мы будем на месте завтра к вечеру. Это последняя запись в дневнике. Её правильнее назвать даже журнал. О, вот запасы пополнить можно провизии. Спасибо. Собственно. Маяк, который никому не помогает, да? Надо пополнить запас зелья восстановления маны. Давайте одно. У меня там ещё одно в запасе есть. И я хотел подлечиться немного. Ох, мрачновато стало. Такс, ну ладно, перед тем, как нырнуть, надо переодеться чуть-чуть. Не обращайте внимания на моего друга-призрака. Вот так вот буду я выглядеть теперь ныряя. Очень неплохо, по-моему. Вообще, у меня больше даже, знаете, к этой керасе кожи нет. Чего предпочтение отдаётся как к основной. Может быть, костяную даже выкину. Кто его как-то говорил, что поменяй доспехи на нечего. И вот, пожалуйста, этот день настал. А в них действительно нырять-то... Очень даже неплохо. Они же лёгкие, нечего вообще, летучие создания. Вот, значит, помимо этого у меня с собой только... Одно зелье восстановления здоровья. Этого всего представим, что у меня нет. Один вот этот свиток на всякий случай. Одна отмычка мастера, вот это вот. И вот этот щуп. Ну и всё, в общем-то. Вот он, корабль. Давненько я не нырял никуда. В каюту капитана попробую. Так, мачка прихождается уже. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойно. Призрачный амулет какой-то. У него по-любому хорошая вместимость. Остальная, да и кота, она прикольная. Вот, всё мне очень интересно. В этих ящиках что у нас? Скотл. Выпивка. В общем-то, продовольствие, да, одно. Подушка. А, это ведь, наверное, не просто стальное копьё. Мне почему-то кажется, что оно какое-то нордское, что ли. Синие тарелки, краси. Так. Пустите, пожалуйста. Может, даже подышать можно. Удивительно, что эти воздушные карманы остаются вообще. Это пазовое кольцо. О-о-о. На этом, в принципе, можно тренировать свои навыки зачарования на всём. О-о-о. Эмбонит везли. Пробка. Ух ты. Смотрите, грот какой-то здесь. Эмбонит. Нет. У меня уже есть догадки, кто может в этом гроте проживать. Сейчас проверим. Смотрите. мана кончилась очень жаль что-то я не доглядел этот момент даже кошачек глаз не хватает что это ты тут мертвяками то с этими живешь дружище жаль что не удалось с ним побеседовать интересно было узнать его историю какого черта вообще человеческая плоть ну на вампира вроде не похож пепла с него не выпало каннибал смотрите тут журнал есть сейчас почитаем что тут происходило журнал капитана десятая последнего зерна 427 года третьей эры ибо нет наконец погрузили на судно цены похоже выросли с момента последней поездки так что вряд ли я получу прибыль на горизонте появилось серое облако оно далеко от моря я не особо переживаю но решил что стоит присматривать за ним в трюме были обнаружены крысы но гробурга сказал что убил их всех одиннадцатое похоже несколько крыс еще живы они прогрызли два ящика с одеждой облако держит параллельный нам курс будем надеяться что ветер не изменится в худшую сторону двенадцатое увы мы попали в сильный морской ветер проливной дождь бьет нас без остановки клянусь троица я за всю жизнь не видел такого ливня идем очень медленно и я потерял надежду добраться до места назначения вовремя если так будет продолжаться и дальше тринадцатое сегодня утром корабль едва не столкнулся с берегом в этот ливень трудно что-то разглядеть но суши похоже затопило я могу только надеяться что дождь стихнет рано или поздно пятнадцатое случилось худшее дождь перешел в шторм и я свистал всех наверх буря продолжалась целых два дня затем в кают компании возникла течь и корабль начал тонуть поскольку на корабле не было запасных досок я спустился вниз с частью экипажа чтобы разобрать ящики но мы оказались в ловушке люк больше не поддавался я слышал движение над палубой очень громкий грохот топ от стороны носовой части корабля звук заливающийся в кают компанию воды и никто не отвечал на наши призывы о помощи я осознал что остатки экипажа покинули корабль и все потеряно казалось целую вечность корабль уходил все глубже и глубже под воду прежде чем наконец ударился одно корабль должно быть пробил его открыв какой-то грот вода хлынула внутрь и снова отступила смыв нас в грот через дыру в борту не знаю как я еще немногие выжили и как мне удалось найти уступ и уцепиться за него я долго лежал тяжело дыша собираясь силами едва мог различить дыхание гробурги и фельмарелла рядом фельмарелл произнес заклинание света озарившая весь грот с одной стороны под водой был проход через который нас смыло сюда из него вылетели доски и казалось что он почти обвалился вокруг нас плавали обломки и остальная часть команды все мертвы противоположном конце грота был другой проход высоко над водой именно к нему мы втроем и направились гробурга сумел залезть в пещеру и затащил нас обоих к себе мы вошли в нее и только успели свернуть в подковообразный изгиб как заклинание сякло и нам пришлось пробираться в темноте гробурга прошел немного вперед и внезапно исчез он упал во второй грот и вскоре мы с фельмареллом осторожно спустились к нему здесь мы попытались заснуть прижавшись друг к другу гробурга разбудил нас ему удалось развести костер и он жарит крысиное мясо это жалкая пища но мы наверное съедим ее с жадностью весь этот день гробурга переносил предметы первой необходимости ящик из провизии которую мы тут же опрометчиво поедали гамаки и доски опоры для них дрова даже сундук с моим пером чернильницы этим журналом наконец-то у нас относительно комфортный лагерь мы также похоронили погибших членов команды настолько почетно насколько это было возможно сегодня утром мы проснулись и обнаружили что почти все ящики с едой пусты гробурга зажег факел и тщательно обследовал грот вернувшись он предположил что несколько крыс еще живы мы договорились впредь охранять еду но ее осталось очень мало гробурга утверждает что доплыл до остого корабля но еды там больше не нашел еще он сказал что люк по-прежнему не поддается что-то его блокирует я давно не писал сюда боюсь что писать особо нечего мы вели тихую жизнь в этой пещере и крысы не беспокоили нас с тех пор как мы начали охранять еду однако сегодня все иначе фильмарел разбудил меня в начале своего дозора он провел меня за стологмиты и показал сундук от него исходил резкий запах полу сгнившей пищи очевидно гробурга ее заначивал я попытался открыть сундук но он был заперт после краткого обсуждения мы договорились обыскать гробургу на предмет ключа так как сундук вероятнее всего принадлежит ему мы подкрались к спящему гробурге и начали обыскивать кровать пока мы искали он проснулся и напал на нас мы убили его мы в ужасе от того что сделали найденный возле его головы ключ подошел к замку сундука теперь я ем впервые за несколько дней еды немного и она уже почти все закончилось но сейчас я намерен заснуть с полным желудком сегодня мы осознали свою глупость этой ночью никто не стоял в карауле все равно не осталось еды которую был смысл воровать гробургу обглодали крысы как бы неприятно не была мне эта мысль нам с фельмареллом возможно придется питаться его мясом подобно крысам будет обидно если оно пропадет а мы погибнем в этом бесконечном заточении однако я не горю желанием обсуждать это с фельмареллом я не уверен что гордость позволит высокому эльфу прибегнуть к каннибализму я счастлив что поел сегодня да вот только была бы эта еда чем-то другим а не бывшим товарищем мы с фельмареллом ели молча глядя на останки орка мы были не в настроении для разговоров фельмарелла похоже охватила какое-то ужасное отвращение к самому себе а гробурга кажется хорошо отъелся жир на нем будто столько же сколько мясо у нас даже осталось кое-что на завтра наши животы уже давно пустые я ловлю себя на том что отчаянно хочу больше мяса даже осознавая что это значит мы с фельмареллом постоянно искали новых крыс но безрезультатно если это так и будет продолжаться боюсь я могу не совладать с собой наконец-то удача нам улыбнулась крыса попыталась тащить кость гробурги и мы убили ее съев все кроме костей мясо на ней было мало похоже что крысы разделяют нашу голодную участь как долго еще мы пробудем в этой западне неужели никто нас не спасет у нас не осталось сил на новую попытку выбраться через корабль мы оба просто утонем мы похожи на пару скелетов и не протянем долго но я все еще надеюсь на спасение мне придется убить фельмарелла я сделаю это пока он спит я вырезал все мясо что смог найти его было очень мало я так и не смог разгладить выражение возмущенного гнева на его лице но встает передо мной куда чаще чем гробурга я все еще жив могу прожить еще хоть немного надеюсь только что не сойду с ума когда придет помощь я уберусь отсюда без огрядки надеюсь что алимсиви простят мне эти убийства ох в общем да неприятная такая история тут у них приключилась короче незавидная участь у ребят как бы никого судить обвинять не буду потому что вот но у них тут припасена разели левитации где-то где-то я видел его вот этот на 30 секунд спасибо я тут наверно оставаться с вами не буду а тут вообще можно было как-то отсюда свалить хорошая зелье левитации то она как бы такое кустарная якобы на на 30 секунд и мощнее чем моё колечко я застрял я застрял черт возьми назад могу вперед не могу она кончилась нормально теперь надо выбираться отсюда и в этом статнувшим корабля действительно смотрите у них ящик заблокировал люк они не могли выбраться поэтому а то что я его смог отодвинуть когда сюда шел но это само собой разумеется как бы смотреть следующее кораблекрушение там же еще одно было да если обогнуть остров с маяком сюда можно хоть сюда уже не залезть ладно хорошо что проверил а то раз бы начал готовиться чукая нашел до одну жемченко нашел сейчас это даже лишним мне не будет немного деньжат под заработать основное свое состояние я оставил жемчуга прям рядом с берегом совсем вот ну и воду рину аку продаваться закупаться в общем то ничего тут такого особенного кроме обеда я не приобрел продал орочи ботинки на все деньги единственно торговца что тут были зачаровал себе гномий короткий меч на зачарование получилось так себе самым маленьким камнем душ ну что эти попытки мне а чертовы стражи зачем я лезу в больных стражи алтаря альмалексии чтоб вас так вечно такие-то жуки тусуются все видимо любила жуков при жизни хотел сказать жива еще так тут я вроде ходил везде уже очень-очень интересно хотя потом еще надо подумать что мне прокачивать ловкость у меня на сотку от скорость бы что у нас еще от скорости зависит без без рукопашный бой может ли над долго пытаться голыми ручками убивать маленьких а вот так соберу вот этой вот штуки немного знаете это наверно этот самый и ревер страйдер по картам малогрида я помню что вот отсюда можно на ревер страйдере добраться до куда-то не знают опять же ревер страйдер куда меня там довезет на самом деле не очень помню когда портил ваниса добираться нам даже уже есть это зачем это собираю в общем в любом случае надо вернуться вот это то самое место где я нечаянно кастанул вмешательство алимсиве ощутился вранье на руне аж это реально похож на ревер страйдере парень почему меня то бьет тока еще не так с этим копьем давайте хоть осмотрюсь тут перед тем как телепортироваться что тут вообще есть она меня же бьет не жить это какое-то копье дисфункционально надо другое использовать кстати когда я на монтаже бывает ставлю на паузу случайно обычно это получалось момент когда происходит каждое заклинание я замечаю что персонаж действительно определенным образом складывает пальцы в знак какой-то буквы алфавита вот сейчас надо продаться быть тем временем враньон руни вечеряет и мне надо сообразить во первых я хочу спросить не подождение туда иду не туда спросить чук караванщиков куда у нас отправляется сил страйдер отсюда я помню что в хелнем точно в хелнем мне не надо вот остальные направления я не помню уже ты возможно свериться с картами может быть даже пешочком отправлюсь посмотрим вот сбыл тут лишние все штуки свои прикупил себе на ужин буханку дешанского и телюа да я чуть не хочу на самом деле она по моему куда-то судя по картам насколько их помню то ли вот где-то здесь то ли здесь у меня на самом деле есть с собой карты тилване с островов тилване они в общем то не описывают как можно добраться до самих поселений описывают поселение но как добраться не описывают довольно интересные факты еще например на этом острове по ночам якобы слышны какие-то страшные звуки интересно потом вот здесь на плантациях у нас пасутся какие-то не помимо ничьи какие-то plane страйдеры сил стайлер только plane страйдер интересно взглянуть что это такое вот единственная наводка это вот карты мало грида игре от отель ладов в теории наверное можно оттуда двинуться значит где-то здесь и в теории наверно можно доплыть было бы до порта тилване с и вот но я туда не хочу суваться это довольно большой город такой относительно меня не захлестнула там череда каких-нибудь событий интересных я бы наверно предпочел попытать частью все-таки в латане все потому что по описанию карт мало гряда туда можно добраться либо на лодке либо на ривер страйдере до других поселений расположенных на берегу подамайского океана вот и я думаю действительно двинусь пешочком так сейчас и приметь ивитацию в пору тут красивые все таки эти арки с шипами как будто тилванский архитектор конечно могут в такое вообще красиво так сочетается тилванский стилет наверно вела тиски ну а двинусь дорогу я конечно с утра а привет хасили надо снять комнату здесь не подожди не бартера кроватки пожалуйста ту же на тебя уже поужину надеюсь никто не проникнет ко мне в комнату пока я сплю у них заведено 10 часов здорового сна отоспался я конечно срываю сроки уже ну что поделать мастер-митрост наверно понимает что добраться из пункта в пункт b может быть достаточно нетривиальной задачи на самом деле прекрасное утро мало гряда по этим местам я ходил уже множество раз но может быть на этот откроется что-то еще нам тут интересное путь лежит в латанис значит латанис одно всякий случай будет свериться с указателем ближайшим можно было тут пройти конечно я люблю ходить по дорогам ближайший указатель наверное где-то там будет пока что мне вспоминается так что вот по этой дороге и в ту сторону если помните квест на партию я был с этими с пара стилусами воевал на отель кстати телюада даже сторону тут кстати это короткий путь до телюады получается наверное да так дорога ведет на восток больше в сторону латанис а это напрямую на север там через сорвание вот это вот как это краба выводить мой как гути так латанис только сюда маяк байдийской горы ничего себе я просто пойду в латанис да действительно со стороны латаниса у нас повозка с кирками в тот раз отправлялась и не достигла места назначения почти упор промазала это интересный объект и смотрите не попал живности по моему в последнее время больше развелось чем было этих аллитов был брачный медовый месяц надеюсь это не твои аллиты были дружище так стать я тут забыл переодеться ну ладно черт с ним что ты наделал ты убил несчастных тварин ты хоть представляешь как много 9 дней мне приходилось ждать в этом убежище я хотел понаблюдать за ритуалами такими как это называется то за медовым месяцем короче таки не придумал за пять лет как это правильнее назвать за ради научных целей ты все с не испортил как жаль особо с ним тут ни о чем больше не поговоришь я ну как бы много о чем на раз такое произошло ну и давайте по стандарту еще совет секрет чем может посоветуешь по секрет по секрету ваш ничего нового какая досада мне все еще жаль что этот испортил тебе эксперимент ну кто же знал подготовился записывать даже да в этом весь моровинт порой даже убив казалось бы очевидно каких-то агрессивных существ ты рискуешь себе сорвать квест какой-то вот как ты да к ним подбирался отсюда наверно осталось смотреть вот это вот гробницу теперь пора надеть на них не действует ну а со вкусом гробницы сделано смотрите с вкраплением естественных пещер так сказать да еще можно спуститься по исследовать может быть на обратном пути и поплавать есть где а можно вам туда фэрбол что встал где осталось бежит смотрите с клейморой наперевес не добежал серебряный еще ой 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 слишком здоровый ли это кто-то выглядит внушительно смотреть наличие похоже сейчас может пообщаться удастся а это серебряное копье по традиции осмотрю все пепельные урны просто скелетик действительно лечь надо осторожней может напасть не пожелав со мной сюсюкаться я не уверен что на него сработает заклинание успокоения попробуем увеличить привлекательность взять изготовку тихо тихо она это просто лич безымянный ладно сначала я успокоил теперь я буду валить я палав чая буду дружище кираса эстетической шкуры как она выглядит посмотрим интересно ничего интересного у нас прах духа предков чуть скелет похоже стальной электрический меч я не понимаю это же явно не из того же материала шевелот давай благословение вело ты вселение вело то душа супа сила что пора плавать вот тоже самое все то же самое снаряги на этот раз меч вместо копья все таки с мечом удобнее плавать одно зелье восстановления здоровья вот это свитков не беру 1 отмычка 1 щуп все больше ничего погнали погнали так это у нас не открывается включил о привет привет скелета идут самые маленькие камни душно а железный шлем давать деньги сюда свои а может где то есть что нибудь типа а ничь нет поблизости не видать там ведь явно куда то ведет этот проход пришла пора похоже прыгнуть вот сюда как же прыгаю высоко когда ничего не надето каких доспехов что золото отсеченная голова урачи топор и как так получилось так похоже это все что тут есть как пробраться заблокированные проходы непонятно непонятно тут я не вижу никаких подсказок никаких рычагов и тому подобного что разве что здесь что-то будет нет вот давайте тогда закругляться на этом продолжу путь в следующем эпизоде уже в латанис пока что вот как то так спасибо за ваши просмотры лайки подписки давайте посмотрим что будет если этих халитов не убивать и попробовать выполнить квест тут конечно есть какой-то квест вообще все надо подкрасться аккуратно аккуратно уолитов брачные игры также это называется да а кто мальчик то девочка сейчас мы спросим ученого да я ранен но это все это с тестовый сейф все нормально а тихо не не беспокойся от нас я от наблюдаю за брачными играми алитов уйди или ты спугнешь существ тут блин и чё и все 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 Продолжение следует...